Глава двадцать восьмая По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам». И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, Исея и Иисус встретил их и сказал «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили перед священником о всем бывшем. И Сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим Его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века». Аминь.